20% это, как вот сказать, это всего 20%? Или аж целых 20%? Это много или мало? Если посчитать, если посчитать в миллионах человек, то это аж. То это аж. Революция вообще никогда не делает большинство населения, нигде и никогда. А 20% это аж. Ну а скажите, пожалуйста, вот другая цифра, которая, например, обратила мое внимание на себя. Вот смотрите, в целом по стране почти треть опрошенных считают, что Майдан был государственным переворотом. Вот для меня это была совершенно неожиданная цифра. 31%, по-моему, да? Нет, это совсем... Да, да. Притом, значит, часть из них считает, что это был не просто государственный переворот, а государственный переворот, который совершили, в общем, под руководством западных стран. И в этом смысле особую позицию занимает Донбасс, где большинство уверено, что это был государственный переворот, который совершили под руководством Запада. Это да. Но меня это не удивляет, потому что Майдан не был воспринят большинством, не был воспринят всем населением. Если взять цифры непосредственно во время Майдана, 50% Майдан поддерживали, 40% Майдан не поддерживали. И, в общем-то, я бы сказала, что сейчас количество тех, кто не поддерживает Майдан, даже несколько уменьшилось. То есть получается, что за год не удалось... ...не удалось убедить людей за год, изменить их представление о мире? Не удалось, потому что поддержка Майдана, да, поддержка Майдана носит все-таки региональный характер. Он абсолютно поддерживается на Западе, и на Западе вообще в события Майдана было вовлечено почти половина населения. Поддерживается в центре и не поддерживается в другой половине страны, и это правда. Хотя, с другой стороны, 3%, которые принимали участие в событиях Майдана на Донбассе, на юге и на востоке, это тоже немало. Ирина, а еще какие-то настроения общества сегодня, возможно, вас удивили или напугали? Ну, я бы не сказала, что особенно удивили и напугали, но я думаю, что 16% населения, которое поддерживает мусорную иллюстрацию, это все-таки довольно много. А если брать среди тех, кто прошел Майдан, то это 33%. То есть, очевидно, политикам есть о чем задуматься.